МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Чабанов. Студент ТГУ, Институт физической культуры и спорта. Обучается на магистратуре ТГУ по направлению адаптивная физическая культура. Чемпион России, чемпион Европы по кикбоксингу в студенческой лиге. Самый техничный боец Европы в студенческой лиге по признанию коллег. Конечно, я поступил на профессию, с которой уже связал свою жизнь. Это физическая культура и спорт. И, конечно, когда начинал учиться и выезжал на соревнования, тяжело было успевать и с сессией, и с какими-то работами. Ну, старался все успевать и, в принципе, получалось. Для тех, кто не знал, Владимир вошел в сборную России по кикбоксингу и стал участником студенческого чемпионата Европы в городе Загреб. После полуфинального поединка с немцем у Чабану остался последний рывок до главной победы – бой со спортсменом из Хорватии. После полуфинального поединка с немцем я вышел в финал. И после полуфинала, конечно же, появлялись какие-то микротравмы, колени, голеностопы. Уже сказываю, что вот уже два боя за два дня провел. И еще последний рывок остался финальный. Я сразу настраивался на то, что будет тяжело. С местными спортсменами это постоянно тяжело. И если не закончить досрочно, то нужно уже уверенно по очкам выигрывать. Первые два раунда прошли замечательно. Тренера замечали, что я контролирую ситуацию. И отрыв по очкам был уже солидный. И в третьем раунде не могу сказать, что расслабился. Я хотел нанести удар коленом, а он навстречу получился так, что нанес правой рукой. Ну и... Не то, что бывает так, попадает в голову, в челюсть, и сразу картинка меняется, сразу троится, двоится в глазах. Но у меня почему-то такого не было. Я просто почувствовал, что именно вот... Сразу первое, что в голову пришло, это то, что челюсть сломал. И сразу первое, что в голову пришло, это не подать виду. Потому что я чувствовал, что уже третий раунд заканчивается. И если я подам вид, то сто процентов меня снимут с вернами. Потому что с такой травмой не могут продолжать. Не могут дать продолжить бой. Рефери повезло, не заметил этого. И как-то потихоньку в клинче закончился бой. Несмотря на перелом челюсти в двух местах, Владимир вышел с октакона победителем. Он стал чемпионом Европы в студенческой лиге в разделе К1. После такой травмы первые два дня я вообще ничего не хотел. Уже как-то относился не с таким интересом. К тренировкам, к соревнованиям уже думал, что не буду выступать. И через время, вот уже когда я приехал сюда, уже провожу время с друзьями дома. И уже скучаю по залу. Не хватает тренировок, не хватает ударов, нанесенных, пропущенных. Поэтому, конечно, уже охота вернуться, начать тренировки и выступать на соревнованиях. Напомним, что кикбоксинг – это бокс, где разрешены удары ногами, подтечки и броски. Три раунда по полторы минуты. Побеждает тот, кто выигрывает по очкам или нокаутирует соперника. Тренер Владимира Чубанова, вице-президент Федерации ММА города Тольятти Арсен Джалилов. С Владимиром Чубановым мы начали заниматься вместе, преодолевать этот путь единоборств с 2013 года. В возрасте 14 лет он пришел на тренировки. И с тех пор он множество титулов завевал, множество боев, которые Вова заканчивал в финале. Когда заканчивал именно та же, показывая боль, где было та же младших юношек, юношек, до юниоров, где один нокдаун и уже остановка боя. Где, грубо говоря, мы его ругали. Мы его ругали за это, чтобы не показывал боль, терпел до конца. И постепенно, постепенно, вот он закалял свой характер, постоянные тренировки, сборы, участие в соревнованиях. И вот все, что сейчас получилось, это не мгновенно, не сиюминутно. Это весь процесс, который сложился за его спиной, за его плечами, который он преодолевал сам. Конечно, огромный вклад он вложил в мое становление, как спортсмены, так и личности. И за это я ему очень благодарен. Постоянно старается отправить на все возможные соревнования, помогает финансово, всегда рядом. И постоянно, если не вместе, то постоянно на телефоне мы с ним. У каждого спортсмена есть своя группа поддержки. А Владимира – это не только друзья родные, но и его преподаватели из ТГУ. Ну, во-первых, это же был чемпионат Европы среди студентов, поэтому университет очень поддерживал, очень переживал за меня. И поэтому я не мог подвести ни преподавателей, которые так же болели, мы с ними списывались, они болели за меня. Ни сам университет, который помог мне с выездом на этот чемпионат, чему я очень благодарен. В любом деле всегда нужно знать, какие у тебя в будущем будут перспективы. Сам Владимир уже является тренером в спортклубе. Ну, конечно, я уже весь спорт и, наверное, не выйду из него уже никуда. Других дорог не наблюдаю, куда можно будет. Я уже являюсь тренером в этом клубе, и уже у меня достаточно две большие группы, которые, детьми, которым они ко мне привязались, я к ним, и поэтому мне нравится тренировать их, и почему бы и нет. Специально для нашей программы мы попросили Владимира оставить нам автограф, а получит его тот, кто первый оставит правильный комментарий в группе ТГУ ВКонтакте. Вопрос такой. Кого называют Тольяттинским тигренком? Тольяттинский тигренком? Тольяттинский тигренком? Тольяттинский тигренком?